Я завожусь на тридцать лет Сколь бы не было тяжело поэту, струны и смычок ни на миг не теряли друг друга. Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам. Ненадуманная необходимость. По воспоминаниям Николая Отсупа, Аннинский любил стихи почти никому не известной гимназистки Горенко Анны Ахматовой больше, чем стихи Гумилёва, но с необычайной прозорливостью предвидел, что Гумилёв пойдёт по пути Брюсова успешнее, чем сам Брюсов. В 1909 году, к концу жизни в литературной редакции «Аполлона», с которым в то время сотрудничали, пожалуй, все поэтически одарённые молодые люди, Аннинский занял достойное положение метро. Кажется, нет предмета в мире, о котором бы сказано было с такой претенциозностью и столько банальных гипербол, как о поэзии. Один перечень метафор, которыми люди думали подойти к этому явлению, столь для них близкому и столь загадочному, можно было бы принять за документ человеческого безумия. Идеальный поэт поочерёдно, если не одновременно, являлся и пророком я уже не говорю о богах, и кузнецом, и гладиатором, и Буддой, и пахарем, и демоном, и ещё кем-то, помимо множества стихийных и вещественных уподоблений. Целые века поэт только и делал, что пировало непременно в розовом венке, зато иногда его ставили и на поклоны, при том чуть ли не в веригах. По капризу своих собратьев он то бессменно бренчал на лире, то непрестанно истекал кровью, вынося при этом такие пытки, которые не снились, может быть, даже директору музея восковых фигур. Этот пасынок человечества вместе с Джераром де Нерваль отрастил себе было волосы Мэровинга и, закинув за левое плечо синий бархатный плащ, находил о чём по целым часам беседовать с Луною. Немного позже его видели в фойе французской комедии и на нём был красный жилет. Потом он образумился, говорят, даже остригся, надел гуттаперчевую куртку – бедный, как он страдал от её запаха – и стал точать сапоги в общественной мастерской, в промежутках позируя для Корбе и штудируя книгу Прудона об искусстве. Но из-за этого ничего не вышло, и беднягу заперли таки в сумасшедший дом. Кто-кто не указывал поэту целей и не рядил его в собственные обноски. Коллекция идеальных поэтов всё растёт, и я нисколько не удивлюсь, если представители различных видов спорта, демонизма и даже профессий, не исключая и воровской, обогатят её когда-нибудь в свою очередь. Иннокентий Анинский. Что такое поэзия? Тоска припоминания Мне всегда открывается та же, залетая чернилом страница. Я уйду от людей, но куда же? От ночей мне куда схорониться? Все живые так стали далёки, всё небытное стало так внятно, И слились по забытые строки, до зари в мутно-чёрные пятна. Весь я там, в невозможном ответе, где миражные буквы маячат. Я люблю, когда в доме есть дети, и когда по ночам они плачут. До утра, не гася свеч, Иннокентий Фёдорович Анинский был первым паладином и первой скрипкой среди голосов русских поэтов. Тем, кто выступает в авангарде и кто осмеливается, заглянув, возвестить о столь тёмных закоулках сознания, что и не свет – это вовсе, а скорее тьма. Бешеные волки поджидали его. Хотя Полифем уже давно слеп, но его вкусы не изменились. И ему выпало сполна изведать, что такое эта скрипка, что такое тёмный ужас начинателя игры. Пожалуй, в русской литературе на подобный риск отважились лишь Николай Васильевич Гоголь и Фёдор Михайлович Достоевский Поэт нашей совести Иннокентий Анинский Всякий раз учитель и проповедник преодолевал то страшное и умопомрачительное, что не каждый вынести бы смог. Очищая от хлама недомыслия, он выводил из круга пошлости и убожества недосказанную мысль, пропитанную адскими навождениями в своём неаутентичном, бездумном человеческом существовании. Отчего неаутентичным, бездумным? Не от преимущества ли физического развития над умственным, мускула над стихом? И мысль оживала, исцелённая чуткостью его сердца, которое, наверное, оттого и было больным. Нет, труд – это физический труд, и он не может быть назван благословенным, потому что он отнимает у нас свободу, отнимает возможность созерцать и творить и даже радость думать, потому что он грязнит и, обращая нас в машину, безмерно удаляет от нашего высочайшего образца, который творил, а не работал. Или труд – для оценки отдыха, вроде поста для чревоугодия или танцев для транспирации. Труд – объединение людей, но на какой же почве? Как колесо в машине, где «я» перестаёт уже быть «я»? Поэзия труда. Что ж, есть, конечно, люди, которые видят поэзию даже в окровавленной пасти серебристой и судорожно бьющейся на песке щуки. Или находящие поэзию во взмыленных боках манежной лошади, которой мы, красуясь, разрываем железом губы. Находят же поэзию в охоте и даже в войне. Ах, полтавский бой! Я возьму на себя принудительный труд, как часть общего страдания, чтобы избавить этим от этого труда и страдания другого, может быть, чересчур обременённого. Я подчиняюсь в таком действии внешнему императиву, завету меня создавшего. Но признать благословенным то, от чего пахнет потом, и от чего человек тупеет, тут надо мной бессилен, да и незаконен никакой императив. Иннокентий Фёдорович Анинский «Власть тьмы» Натурно Другу моему буличу Темную выбери ночь, и в поле, безлюдном и голом, в сумрак седой окунис. Пусть ветер, провеяв, утихнет, пусть в небе холодном звёзды, мигая, задремлют. Сердцу скажи, Чтоб ударов оно не считало. Шаг задержи и прислушайся. Ты не один. Точно крылья птицы, намокшие тяжко, плывут средь тумана. Слушай, это летит хищная властная птица. Время ту птицу зовут, и на крыльях у ней твоя сила, радости сон мимолётный, надежд золотые лохмотья. 26 февраля 1890-го Заклинания спасали от злых сил Иннокентий Фёдорович замедлял шаг и один на один оставался с птицей, неописуемой, как неописуем ужас прозрения. Что-то бесконечно занятное тянет заглянуть в лицо невозможному. Взгляд, устремлённый вдаль, тяготится своей слепоты, дыхание замирает. Седой сумрак пугает необратимостью без конца происходящего в нём действия. Хищник, имя которому – время, властно и сполна забирает всё, что считает своим. Его тяжёлые, будто намокшие крылья неразличимы в тумане. Но стоит прислушаться, что уносят они – радости сон мимолётный, надежд золотые лохмотья. И более ничего не сказать. «Есть обиды свои и чужие», – откликались ученики, – «чужие страшнее, жалчее. Творить для Анинского – это уходить к обидам других, плакать чужими слезами и кричать чужими устами, чтобы научить свои уста молчанью и душу и свою душу благородству». Николай Гумилёв. Письма русской поэзии. Дети. Вы за мною? Я готов. Нагрешили – так ответим. Нам острог, но им – цветов, солнца люди, нашим детям. В детстве тоньше жизни нить, дни короче в эту пору. Не спешите их бронить, но балуйте без зазору. Вы несчастны, если вам непонятен детский лепет. Вызвать шёпот – это срам, горший в детях вызвать трепет. Но безвинных детских слёз не омыть и покаяньем, потому что в них Христос весь со всем своим сияньем. Ну, а те, что терпят боль, у кого как нитки руки – люди, братья, не затоль и покой наш только в муке. Искателем новых путей Николай Гумилёв указывал на посмертный сборник его стихов и советовал написать имя Анинского, как нашего завтра. Для него в нашей эпохе характерна не наша вера, а наше безверие, и он борется за своё право не верить с ожесточённостью пророка. С горящим от любопытства взором он проникает в самые тёмные, самые глухие закоулки человеческой души. Для него ненавистно только позёрство и вопрос, к которому он обращается к читателю, а если грязь и низость – только мука по где-то там сияющей красе, для него уже не вопрос, а непреложная истина. Кипарисовый ларец – это катехизис современной чувствительности. Не верить позёрству, не верить обману, не верить мистификации, потому что звук пощёчины действительно мокрый и прав Достоевский. Не стоит счастья целого мира слезы ребёнка. Учиться чувствовать, учиться мыслить. Культура жизненно важна, иначе прежние катаклизмы покажутся ребяческими оплошностями. Калькулирующее мышление близорукой и не видит детских слёз. Не понимает, как и почему причиняет страдания. Цивилизация платит за свою близорукость кровавым расчётом. История повторяется. И с каждым разом всё фатальней и гибельней. Цивилизация бездумна и насильственна. Это стало возможно благодаря тому, что в течение последних столетий идёт переворот в основных представлениях. Человек оказался пересаженным в другую действительность. Эта радикальная революция мировоззрения произошла в философии нового времени. Из этого проистекает и совершенно новое положение человека в мире и по отношению к миру. Мир теперь представляется объектом, открытым для атак вычисляющей мысли, атак, перед которыми уже ничто не сможет устоять. Природа стала лишь гигантской бензоколонкой – источником энергии для современной техники и промышленности. Это, в принципе, техническое отношение человека к мировому целому впервые возникло в XVII веке и при том только в Европе. Оно было долго незнакомо другим континентам. Оно было совершенно чуждо прошлым векам и судьбам народов. Мартин Хайдегер. Отрешённость Рабочая корзинка У раздумий беззвучны слова. Как искать их люблю в тишине я? Надо только, черная мертва, чтобы ночь позабылась полнее, Чтобы ночь позабылась скорей между редких своих фонарей За углом, как покинутый дом. Позабылась по тихим столовым, Над тобою в лиловом. Чтоб со скатерти трепетный круг Не спускал своих жёлтых разлитий, И мерцанье замедленных рук Разводили там серые нити. И чтоб ты разнимала с тоской Эти нити одну за другой, Разнимала и после клубила, И сиреневой редью игла За мерцающей кистью ходила. А потом, равнодушно светла, С тихим скрипом соломенных петель, Пережливо простыни скалов. Там заснула и ты, добродетель, Между путанно нежных мотков. Доля позёрства есть в утверждении Максимилиана Волошина о том, что ничто не удавалось в стихах Иннокентия Фёдоровича так ярко, так полно, так убедительно закончено, как описание кошмаров и бессонниц Максимилиан Волошин, Иннокентий Анинский, Гирик И снова взор затмила внешняя сторона. Кошмары и бессонницы, Скрипы соломенных петель. Как захватывает калькуляция, Как обескураживает она даже поэта. Но попробуем понять, что же слышно В тихом скрипе, в бессоннице, Одолевающей душу Между путанно нежных мотков. Не само ли раздумье, Когда слова беззвучны И уже готовы родиться, сорваться с губ, А поэт предпочитает молчать, быть может, для того, Чтобы ночь позабылась полнее. Анинский страстен, Как страстно подлинная мысль, Стремящаяся в одной жизни прожить множество, качество, которое затем отмечали у Николая Гумилёва. По причине этой духовной его страстности гимназисты – народ непоседливый и революционный – не чурали с древнегреческого. Иннокентий Фёдорович сумел внести в суть гимназической учёбы нечто от Парнаса, и лучи его эллинизма убивали бациллы скуки. Из греческой грамматики он делал поэму и, притаив дыхание, слушая гимназисты повесть о каких-то придыхательных. Эрих Галербах. Человек Я завожусь на тридцать лет, Чтоб жить мучительно дробя, Лучи от призрачных планет на «да» и «нет», на «ах» и «бя», Чтоб жить, волнуясь и скорбя над тем, чего гляди и нет. И был бы верно я поэт, когда бы выдумал себя. В работе ль там не без прорух, Или в механизме есть подвох, Но был бы мой свободный дух, Теперь не дух, я был бы бог. Когда б не пиль, да не тубо, Да не тю-тю после бобо. Наступила революционная зима 1905 года. Залетела революция и в стены царско-сельской гимназии. Залетела наивно и простодушно. Заперли в классе, забаррикадировав снаружи дверь циклопическими казёнными шкафами, хорошенькую белокурую учительницу французского языка. То там, то тут на уроках лопались с треском электрические лампочки, специально приносимые из дому для этой цели. Девятым валом гимназического мятежа была химическая обструкция – так это тогда называлось. В коридорах стоял сизый туман и нестерпимо пахло серой. Появился Анинский, заложивший себе почему-то за высокий крахмальный воротничок – белоснежный носовой платок. Впервые он выглядел озадаченным. Как обычно, был окружён воющей, но очень мирно и дружелюбно к нему настроенной гимназической толпой. В этот день учеников распустили по домам. Гимназию на неопределённое время закрыли. Дмитрий Кленовский, поэты царско-сельской гимназии Происшедшие события послужили причиной для собрания педагогического совета царско-сельской гимназии, на коем присутствовали и родители гимназистов, устроивших химический эксперимент. Иннокентий Фёдорович безапелляционно заявил, что считает всех учеников гимназии благородными, независимо от взглядов, заблуждений и даже проступков, и полагает этот взгляд лично для себя обязательным. На вопрос одного из родителей, считает ли господин директор благородными и тех, которые произвели обструкцию, господин директор ответил утвердительно. Означенные слова господина директора занесены в протокол по настоянию присутствовавшего на собрании господина Меньшикова Протокол собрания педагогического совета Никто из юношей не пострадал, пострадал директор. Когда уже осенью гимназия опять открыла свои двери, вернувшиеся в свою альма-матр ученики были ошарашены, ожидавшими их переменами. Коридоры и классы были чисто выбелены и увешаны географическими картами, гербариями, коллекциями бабочек. В застеклённых шкафах ласкали взор чучела, фазанов и хорьков, раскрашенные гипсовые головы зулусов и малайцев. В классах стояли новенькие светлые парты и озонирующие воздух ёлочки в бозонах. Полусумасшедший Мариан Генрихович, невоздержанный отец дьякон и слишком соблазнительная француженка, бесследно исчезли. Исчезли и усатые второгодники, но не было больше и Анинского. Великая реформа явилась делом рук нового директора Якова Георгиевича Моора – маленького, сухонького, строгого, но умного и толкового старика. Он привёл с собой плеяду молодых, способных учителей, на его чистоту, порядок, гимназия приняла благообразный вид. Казалось, подметено было в стенах царско-сельской гимназии так, что и пушинки прошлого не осталось. Но странное дело – ни Маур, ни педагоги, ни штукатурщики, ни озонирующие воздух ёлочки не выветрили из этих стен духа той высокой поэзии, которая в них переночевала. Дмитрий Клиновский, поэты Царско-сельской гимназии Развившись, волос поредел, Когда я молод был, за стольких Жить мой ум хотел, что сам я жить забыл. Любить хотел я, не любя, страдать, но в стороне, И сжёг я молодость тебя в безрадостном огне. Так что ж под зиму, как листы, дрожи, шо сердце ты, Гляди, как чёрная груда под саваном тверда, А он уж в небе ей готов сквозной и пуховой, На поле белом меж крестов, хоть там найду ли свой. 4 марта 1909 года художественный критик и организатор выставок Сергей Константинович Маковский вместе с поэтом Максимилианом Александровичем Волошиным навестили Иннокентия Фёдоровича в Царском селе. Считаны были удары сердца. Менее года ему предстояло сотрудничать с новомодным столичным журналом. Глазами художника Максимилиан Волошин смотрел на царско-сельского Одиссея. Премизна его головы и его плечи поражала. Нельзя было угадать, что скрывалось за этой напряжённой примизной – юношеская бодрость или преодолённая дряхлость. У него не было смиренной спины библиотечного работника. В этой напряжённой и неподвижной приподнятости скорее угадывались торжественность и начальственность. Голова, вставленная между двумя подпиравшими щёки старомодными воротничками, перетянутыми широким чёрным пластроном, не двигалась и не поворачивалась. Нос стоял тоже как-то особенно прямо. Чтобы обернуться, Иннокентий Фёдорович поворачивался всем туловищем. Молодые глаза, висячие усы над пухлыми, слегка выдвинутыми губами, прямые по-английски волосы над лбом и весь барственный тон речи, под шутливостью и парадоксальностью которой чувствовалась авторитетность, не противоречили этому впечатлению. Внешняя маска была маской директора гимназии, действительного статского советника, члена учёного комитета, но смягчённая природным барством и обходительностью. Всё, что было юношеского, было в неутомлённом книгами мозгу. Всё, что было старческого, было в юношески стройной фигуре. Хотелось сказать, как он, умоложав и бодр для своих шестидесяти пяти лет, а ему было на самом деле около пятидесяти. Максимилиан Волошин Иннокентий Анинский Лирик На самом деле в то время Иннокентию Фёдоровичу Анинскому было за пятьдесят. Стихи он всегда читал стоя и всякий раз выпускал листы из рук на воздух, не ронял, а именно выпускал, и они падали на пол у его ног, образуя целую кучу. Пристальный взгляд художника встречался с молодыми глазами поэта. И это был миг аутентичности, подлинного бытия, не там, далеко в небесных сферах, а здесь, в полупровинциальном городке, с одноэтажными деревянными домиками, зарезными палисадниками, смарширующими в баню с вениками, подмышкой, гусарами. Среди гипсовых бюстов Гомера и Эврипида, литографий и догеротипов, научных фолиантов и стихотворных брошюр, волнуясь и скорбя, жил невыдуманный в будничном своём существовании поэт, чей свободный дух мучительно дробил лучи от призрачных планет на восклицания и имена. Ты опять со мной! Ты опять со мной, подруга осень! Но сквозь сеть ноги в твоих ветвей Никогда бледней не стыла просень, И снегов не помню я мертвее. Я твоих печальнее отребей, и черней твоих не видел Вод на твоём линяло-ветхом небе, Жёлтых туч томит меня развода. До конца всё видеть, цепенея, О, как этот воздух странно нос! Знаешь что? Я думал, что больнее Увидать пустыни тайны слов. Мысль, – напишет он после, – мысль, – вздор всё это! Мысль не есть плохо понятое слово. В поэзии у мысли страшная ответственность. И согбенные, часто недоумевающие, очарованные, а иногда и нередко одураченные словом, мы-то понимаем, какая это сила, святыня и красота. Из письма Максимилиану Волошину, 13 августа 1909 года. А разве многие понимают, что такое слово «у нас»? Но знаете, за последнее время и у нас, ух, как много этих, которые нянчатся со словом и, пожалуй, готовы говорить об его культе. Но они не понимают, что самое страшное и властное слово, то есть самое загадочное, может быть именно слово «будничное». Что сделал с русской публикой один Вячеслав Иванович? Насмерть напугал всё замоскворечье. Пуще Артюра Рыбо. Мы-то его понимаем, нам-то хорошо и небоязно, даже занятно. Славно так. А сырой-то женщине каково? Любите вы Шарля Кро? Вот поэт. «До рэ ми фа со ля си до». Помните? Вот что нам, т.е. в широком смысле слова, нам, читателям русским, надо. Может быть, тут именно тот мост, который миражно хоть, но перебросится, ну, пускай на полчаса, разве этого мало, от тысячелетней иронической лютеции к нам, в Уссесольский Палестин. Из письма Максимилиану Волошину 6 марта 1909 г. Слово поэта обращено ввысь, а слово будничное управляет людьми, и пока поэт говорит с Богом, люди довольствуются повседневностью. Женщина я слабая, сырая, позабывчивая, Александр Островский, бедная невеста. Колокольчики. Глухая дорога. Колокольчик в зимнюю ночь рассказывает путнику свадебную историю. День-день-день, день-ни-день, дидо ладо, дидо ладо, лидо ладо ладо. День не сладили, Диду на досадили. День делали, да день не делали, Дела не доделали, Головы-то целы ли, Ляду дида надо ли, Диду баню задали, Динь-динь-динь-динь. Колоколы-балаболы, Колоколы-балаболы Накололи-намололи, Дали боли-дали боли, Накололи-намололи Колоколы-балаболы, Лопатуньи налетали, Балматалы навязали, Лопатали-хлопотали, Лопатали-балматали, Лопаталы поломали. Динь! Сестра поэтессы Аделаида Герцик, критика-переводчица Евгения Казимировна Герцик рассказывала. Ученики приходили к мэтру. Подобие литературных семинаров непроизвольно возникало из просмотра нового стихотворного сборника, из обсуждения новой театральной постановки. Каждый вечер студенты Модест Гоффман и Войлов, изредка Гумилёв, Ахматова, совсем юные, ставшие впоследствии поэтами или так и не ставшие, а также уже и несомненные, как Верховский и другие. Однажды бабушка привела внука на сутка Вячеславу Иванову, и мы очень веселились на эту поэтову бабушку и на самого мальчика Мандельштама, читавшего чёткие фарфоровые стихи. Щедрость Вячеслава Ивановича в выслушивании и углублении чужого творчества была изумительна. Детальнейший технический разбор непременно переходил в грозное испытание совести молодого автора, в смысле философском, общественном. Мастер слова, влюблённый в тончайшие оттенки его, внезапно оборачивался моралистом. Это не всем было понутру. Помню, как я единственный раз видела Анненского у Вячеслава Иванова. Два мэтра, два поздних александрийца вели изысканнейший диалог. Мы кругом молчали. В кружево такой беседы не вставишь простого слова. Но Анненский за александриизмом расслышал другое. Высокий, застёгнутый на все пуговицы, внешне чиновный, он с раздражением, подёргиваясь одной стороной лица, сказал «Но с вами же нельзя говорить, Вячеслав Иванович. Вы со всех сторон обставлены святынями, которым не подступись». У обоих были свои потаённые святыни, но ими они не соприкоснулись. Вскоре Вячеслав Иванович писал Анненскому «Зачем у кельи ты подслушал, как сирый молится поэт, и святотатственный запрет стыдливой пустыни нарушил». В тот год зародилась литературная группа «Аполлон». В отдельности ценя некоторых из молодых поэтов, будущих акминистов, Вячеслав Иванов яростно нападал на эстетствующий дух кружка. Евгений Герцик. Воспоминания. «Ты бы, дид, не зеньками, Ты бы, диду, деньгами, 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 Долго ли, недолго ли Леди шубу завели, Холили, не холили, Волили, не волили, Мало ли пили, болили, Леди дарладу залатили, Дядили, не дядили, Ладили, наладили. «Ой, пила, 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 Диду пива не дала, Диду Лиду надо бе, Ляду дида надо бе, Ой, деньгий, 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 Деньги, дидо милые, А уши то сивые, Динь, день, дан вам день, Долго ли вы там, Мало было вам, вам дам, По губам, по головам дам, Бубли-бубли-бубенцили Мыли-ныли, выли-ныли, Бубенцили-бубенцили Динь-дом-обы-день, день-одинь. Колоколы-балаболы Мало лили-боли пили, Балаболы потупили Бубенцы-бубенчики Малые младенчики Балматалы-вынемали, Лопоталы-выдавали Лопотали-лопотали. день. Колоколы-балаболы. Колоколы-балаболы. 30 марта 1906. Вологодский поезд. К сожалению, заклинания колоколами-балаболами не властны над ходом истории. Дюжину лет спустя гражданская война заполыхает по слову будничному, страшному и властному слову, что уничтожит города и селения и саму страну, в которой его произнесли. Вячеслав Иванович Иванов эмигрирует в Италию и примет католичество. Максимилиан Александрович Волошин оставит высокому времени высокий слог и заговорит наречием хроникёра, фиксирующего события и ночные кошмары, потому что иначе, как кошмаром, всё, что происходило у него на глазах, не назовёшь. Слово «будничное» окажется самым точным и подходящим для нетомного отрезка времени, самым безжалостным и справедливым для отечественной истории. Загадочным образом дух Иннокентия Фёдоровича восстанет в будничном слоге летописца революционных дней. Я люблю, когда в доме есть дети и когда по ночам они плачут. Плачут от невысказанности боли за весь наш мир, плачут от невозможности ответа на всю эту боль. Это не обида за самих себя. Им открытый осветлённый простор поднебесий и томление рабьих трудов. Это обида на бессилие перед всепожирающим злом, жаркие слёзы из глаз. Генри Боцорт Мангфелло. Сколько пламени и отваги в этой обиде! Волшебная скрипка в руках, тоненькие берёзки и осинки, согбенные от несерьёзности своих лет, что могут они? Чем могут порадовать светила, мерцающие среди миров? Среди миров что значит наше движение? Что может поэт? Что может слово, страшное и властное будничное слово, имя, с которым не надо света? Среди миров Среди миров в мерцании светил. Одной звезды я повторяю имя не потому, чтоб я её любил, а потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомненье тяжело, я у неё одной ищу ответа. Не потому, что от неё светло, а потому, что с ней не надо света. Третьего апреля 1909. Царское Село Село Продолжение следует...